Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Здесь Настенька, наши мальчишки, и мы все, как всегда, в сборе. Утро в полном составе. Утро наступило, мы позавтракали, Мирончик, как всегда, у нас захотел спать. Мы сразу собрались и отправились гулять к морю. Благо, у нас оно очень близко, для тех, кто еще не в курсе, мы переехали в Геленджик. Живем вот в этом вот потрясающем жилом комплексе Черноморский, и у нас море в 100 метрах. Посмотрите, какая красотища, друзья, смотрите, какие обрывы, волны. Сегодня у моря два цвета, на днях было три. И великолепно, здесь у нас есть смотровая, дует ветерочек небольшой, но это нам не мешает наслаждаться этими прекрасными видами, выгуливать своих детей, чтобы они дышали морским горным воздухом. Ну и сами, естественно, будем наслаждаться. Именно отсюда начинается набережная в Геленджике. 14-15 километров она длится. Здесь у нас такие таблички, проход запрещен, опасно. Я уже наполовину туда, кстати, спускался. Сейчас дойдем до смотровой, я покажу, где я это делал. Здесь у нас такая великолепная стела. Я люблю Геленджик. Очень ждусь с нетерпением, когда уже заработает этот фонтан. Здесь будут такие подсветочки, будет так все красиво-красиво, как обещается. Вот она смотровая. Давайте подойдем обязательно поближе к морю, посмотрим на его волны. Красота. А, вот он спуск. Ну такой, да, достаточно экстремальный. Я до половины доходил, дальше не пошел. Было скользко, дождик моросил. Но в целом обязательно туда схожу, спущусь. Смотрите, какие красоты у нас открываются. Море прекрасно в любую погоду. Решили не идти на основную, так сказать, набережную, погулять немножко на районе. Дует такой прохладный ветер, что решили спрятаться в нашем комплексе. И здесь немножко погуляем. Я вчера в прямом эфире говорил, что вот этот комплекс прикольно построен. У каждого здесь есть такие интересные квартирки. Вот, например, да, кому-то достаются вот такие окна. Видите, вот как сверху треугольные. У кого-то вообще есть террасы. Вот, смотрите, как большая терраса. Вот, ну и, собственно, вот с этой стороны тоже есть террасы. Мне, конечно, это очень сильно импонирует. Ну и плюс высадка такая, да, красиво видно. Новые деревья посадили. Деревяшками их закрыли, чтобы ветерок не сломал. Ну и в целом вообще прикольно и классно. Есть велодорожки с разметкой, где можно ехать. Ну, естественно, прекраснейший вид. Смотрите сюда на горы. Здесь обычно надпись Геленджик, но ее сейчас нету, потому что, видите, там небо, облака упали на горы. И с этой стороны вот он шикарнейший вид. На море. У нас детвора любят вот эти вообще все площадки тренажерные. И постоянно занимаются. Да, Темчик? Надо плачь. Надо спот заниматься. Да? Ну, занимайся, Заня. Вырастить сильной. Ага. Красавчик. Настенка, ты не собираешься вырастить сильной? А? Мне холодно. Давай продемонстрируй поднятие своего тела. Вот на вот этой штуке. Где? Вот, на вот этой. Ну, давай, как вчера. Ну, я не могу. Ну, прожевай. Я не могу себя поднять. Вон, Радюлька. Наш бегает. А что ты сейчас со стрессом? Вместо бутылка полтора литровая и это, дрон лежит. Я же думал, мы куда-нибудь пойдем, полетает. Холодно летать, ветер. Холодно летать? Болит же спина, Слав, аккуратно. Ее уже надо разминать. Ты думаешь, ее так надо разминать? Мне кажется, ее беречь надо наоборот. А мы через силу. Не разминаясь вообще, самоубийца. Ты почему не разминаешься? Я сегодня печатал на клавиатуре уже с утра. Я размиял. Все, привет, Артемыч. Да вы, да вы, утмули здесь. Нет, нет, смотри, руки сорвутся. Так не надо рассказать. Да, не надо, папа не разрешает. Артем. А вон Родиончик. Кто-то там что-то. Опа. Руки сорвутся? Тихо, не падаем. Так, мы тут вышли из района. Хочу показать. Вот тут стоит, значит, газелька. И в ней придается клубника. Греческая. Да не надо, мыть его. Ну, Тёмка. За 700 рублей килограмм. Я не знаю, как это, дорого, недорого. Наверное, не знаю. Мы исследуем город. Решили прям выйти из нашего района, да. И сейчас идем, и я тупо вспоминаю, что я же, оказывается, здесь был. И вот здесь вот, смотрите, магнит, магнит-косметик. То есть я здесь тогда вставал на машине и тоже показывал, ходил как раз в этот магнит. Вот здесь вот уже море, набережная. А вот здесь вот, собственно, наш район. Шикарные, смотрите, кипарисы, огромнейшие сосны и запахи потрясающие. Ребят, мы еще так классно не жили. Мы в Анапе жили, короче. Нам надо было там, ну, так прилично пройти минут 20 до Агальки и минут 10, наверное, до песка, да. А здесь мы не то, что живем в разные стороны ходим. Мы вообще просто туда идешь в море и туда идешь в море. Представляете, как классно? Тема обнимает тебя в море. Счастье полные штаны. Ну да. Вот, ну, видите, прям впереди уже. И получается, что если нам идти через район, вот как обычно мы ходили через набережно, получается дольше. А здесь прям вот оно уже. Ну, метров сколько, я не знаю, 500, наверное. Ну да. И вот с такими вот сосенками идешь. Тут же столовки какие-то. Ну, я здесь тогда показывал, что здесь есть. Вот. Еще, еще говорю, как прикольно люди живут в этих вот домах с панорамным остеклением. Вот тут вот с таким шикарным видом. Представляете, пацаны у нас увидели вот такую лавку и выпросили у нас, чтобы мы им купили, чтобы они посадили. Артем выбрал огурцы, а Родион выбрал помидоры. Это правильно. Так что в комментариях напишите, как правильно их сейчас вырастить и сможем ли мы что-нибудь вырастить. А, выросла, ты думай, выскаживать сначала маленькие, выскаживать на землю, а потом уже выскаживать. А, морковку все-таки, да? В общем, ребятки, нам нужен срочный совет, как выращивать в домашних условиях морковку и огурцы. А, тут даже есть что-то. Пишите в комментариях, будем рады изучить эту информацию. Нашли мы магазин, теперь, наверное, буду ходить сюда, потому что у нас на районе есть пятерочка, но пятерочка вообще меня не устраивает ни по качеству, ни по ценам. В магните как-то все это дело повеселее постоит. Так что буду теперь сюда либо пешочком ходить. Еще, конечно, неудобно, тащить пакет. Возможно, буду просто на машине спускаться. Здорово мы прошлись. Вот здесь вот нашли, значит, овощную палаточку с прикольными такими достаточно ценными, типа помидоры дагестанские 220, да? Значит, огурцы по 160, клубника вот тоже по 700, как вот у этого в машине греческая. Вот. Ну вот потихоньку, в общем, находим для себя определенные места, куда будем ходить закупаться. Я своих отправил домой, Настя, чтобы приготовила обед, а мы с Мирончиком продолжаем прогулку. Вышло солнце, мы дошли опять до моря, и хочу вам, знаете, что показать? Смотрите. Вот эти деревья, посмотрите, как они растут. Они растут вот так вот наискосок, потому что сильно отбьют, как до ветра, да? Их прям ветер вот так вот причесал, да? Это можно, наверное, так сказать. Они такие причесаны на одну сторону. Я вот сходу, вот сколько полчаса мы здесь ходили, я только сейчас издалека обратил на это внимание. Цвет моря сегодня просто нереальный. Сейчас пойдем посмотрим, пока его еще солнышко, так сказать, подсвечивает. Сейчас глянем. Солнышко светит, и какой прекрасный цвет моря. Надеюсь, камера передаст. Шикарное место. Вот здесь вот можно стоять и стоять, и залипать целыми днями. Гуляю, наслаждаюсь и совсем забыл сегодня, что у меня есть основная на сегодня задача. Это встретиться с хозяином машины, которая везла наши вещи в Москву, попала в аварию. И мы, по сути, лишились всего своего нажитого. Я снимал об этом выпуск, тоже посмотрите, я ссылочку оставлю. И вот мне позвонил, говорит, едет где-то часа по четыре, он говорит, здесь. Собственно, пойду навстречу, и чуть позже вам расскажу, к чему мы пришли. Мы сходили, нарули землю. Сейчас пойдут пацаны сажать свои морковки, огурцы. Позвонил этот паренек. Сейчас бегу с ним встречаться. Сейчас чуть позже расскажу, на чем мы становимся. Ну, что сказать, встреча прошла на самом деле максимально быстро. Мы просто посмотрели, быстро подсчитались. Разобрали несколько вариантов оплат и по цене. То есть, было предложение о том, что, типа, он забирает все старое и битое и выплачивает нам по новым ценам. Но там уже сумма будет колоссально другая. Ну, даже элементарно по этому, по танку, который мы покупали года три-четыре назад. Артемке, он стоил 12-13 тысяч. Сейчас мы зашли, смотрим, этот танк стоит 21 тысячу. Лего, который мы покупали за одну цену, сами понимаете, сейчас лего стоит гораздо-гораздо дороже. То есть, там речь уже будет идти, вообще, ну, там X2, X3 точно денег. Не знаю, он сегодня будет с этим водителем встречаться, что-то обсуждать, что-то решат. Не знаю, к чему они придут, вот. Ну, посмотрим уже в следующих выпусках, буду вам рассказывать. Пока вам покажу, у нас на районе есть вот такая вот будка с водичкой. Правда, нету 20-литровочки у меня, поэтому хожу пока с двумя 5-литровочками. По-прежнему над горами облака, а я буду набирать воду. Сидим вот с Мирончиками, думаем, насколько же денег испорчен наш груз, да, сынок? И не понимаем. Думаем, даже если считать каждую, каждую испорченную вещь, отдавать ему эту старую вещь, чтобы он нам возмещал, не получится, потому что даже тот же лего, больше половины лего уже снято с производства. А если даже типа взамен подобную, то там ценники будут, то есть там... Мы приготовили ужин, но я перед ужином решил сгонять на закат. У нас так более-менее распогодилось, вроде как дальше завтра будет малооблачное, а после завтра, после завтра сейчас солнце. Покажу вам немножко кадра, а потом пойду ужинать. Вот отсюда, издалека, можно уже увидеть, как падает солнышко в море. Здесь у нас есть такой обрыв, дикий-дикий обрыв. Вот, именно сюда сейчас и пойдем. Так, ну что, заходим. Здесь, по крайней мере, сухо и никого нету, представляете? Никто не идет на закаты. Ух ты! Я, кстати, не помню, что был этот стол, но другой стоял. Сидер сильный, конечно. И отсюда наблюдать закаты одно удовольствие. Красотища. Но ветер, конечно, да. Кайф. А еще маяк видно. Какие здесь обрывы. Немножко давайте покажу вам этот кусочек, что здесь есть. Здесь, вроде как, здесь можно шашлычок-то пожарить. Видите, лавочки. Садишься просто и расслабляешься. Вот с таким вот видом. На закат, между деревьями. Невероятно прекрасно. И вот тут есть такая беседочка. Стол. Ну и, конечно, в общем, можно прямо здесь вот так вот какой-нибудь термосик с собой притащить. Сесть. Вон, видите, жгут здесь. Ну и полюбоваться этой красотой. Ой, как же бывает, да? Невероятная красота. Еще видите, вот там на фоне горизонта плывут огромные корабли, как сухогрузы Рива. А здесь, кстати, вот эти деревья, они тоже такие причесанные. Ветер их причесал. Ой, вот это задувает, да? Такая атмосферка. Там уже немного чернеет. У нас, кстати, сегодня только один раз показалась немножко надпись Геленджик и все. Глаз не могу прям оторвать. Мне, конечно, бесконечные эти обрывы нравятся. Да, вот это красотища. Пока еще лысоватые все деревья. Надеюсь, они распустятся. Надеюсь, нет, не точно. Да, скоро, наверное, завтра или послезавтра уже будет закат без облаков. И мы прям будем действительно наблюдать, падает солнышко в морюшко. А пока, вот видите, оно снова зашло туда за облака. Возможно, сейчас раскрасит небо красивыми красками. Какие красивые затяжные волны. Самое, что интересно, вот я вот здесь стою. Вот видите, вот он обрыв. А я стою здесь и ветра нету. Вот даже по микрофону, смотрите. Я подхожу сюда и все, и просто начинает сдувать. Вот он как-то вот только здесь идет, прям просто с краю. А, кстати, надеюсь, будет видно вам. Посмотрите на маяк. Он работает. Да, вот прям сейчас крутится этот фонарь. Вот, смотри, мучик, белая. Моргает. Ну, собственно, и все. Пойду я, ребятки, ужинать. Не увидим мы сегодня шикарнейшего заката. Только, говорится, хоть такой, зато с видом на море. Пойду я ужинать. Покажу, что Настенька готовила сегодня блюдо из детства, из ее детства. Я такое не ел никогда. Сейчас на мой найду и все вам расскажу и покажу. Ну, как я обещал, блюдо из Настенькиного детства. Настенька, что это такое? Квашеная капуста, картошка, мясо. Телефон родила? Да, конечно. В общем, есть щи, а это жареные щи. Солянка называется у нас там на родине, в Байкале. В общем, вот так. Будем садиться ужинать. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok